Всем привет! Приступаем к сборке обреза горизонталки под газовые шеллы 12 калибра. В первую очередь в правую часть корпуса установим ось спуска. Ось спуска зафиксируем винтом DIN 7991M4 на 10 мм. Кстати, в оси спуска желательно предварительно нарезать резьбу M4 с двух сторон для удобства фиксации винтов в будущем. Далее установим спусковые крючки. Правый, затем левый. После них установим защелку. Для этого нам понадобится жесткая пружинка с размерами 5х13 мм. Для пружины предусмотрено углубление. Устанавливаем защелку в паз. Закрываем все это дело второй половиной корпуса. Фиксируем винтом M4 на 10 мм. Защелка работает. Далее установим рукоять. Фиксируем либо двумя, либо четырьмя винтами M3 на 20 мм или саморезами. Фиксируем именно в следующих передачах ребенка. «Скорио» КОЛОЕQ Теперь установим толкатели Небольшое уточнение У толкателей на цилиндре имеется плоскость Данная плоскость при установке будет ориентирована на верхнюю часть корпуса Также стоит печатать данную деталь горизонтально Как раз опираясь выше указанной плоскостью на печатный стол Таким образом деталь получится максимально стойкой к испытываемым нагрузкам Устанавливаем толкатели Две штучки На толкатели мы поставим пружины Или обрезки пружин с размерами 8 на 15 мм Закрываем это все крышкой Главное попасть толкателями в отверстие крышки Крышка фиксируется двумя винтами М3 на 25 мм Попробую объяснить наглядно принцип работы толкательного механизма Если мы жмем на левый спуск То у нас соответственно срабатывает левый толкатель Если мы жмем на правый спуск У нас срабатывают оба толкателя Что это нам дает? А это нам дает возможность стрелять как с каждого ствола по отдельности Так и дуплетом с двух стволов То есть сначала мы выстреливаем левым шелом Потом мы стреляем правым шелом Левый не срабатывает, так как уже пуст Срабатывает только правый Либо при полной зарядке Мы жмем на правый спуск И стреляем сразу с двух стволов Вот такая схема Теперь соберем ствол Возьмем экстрактор Его края необходимо немного обработать напильник Чтобы он мог свободно ходить по пазам Экстрактор желательно зафиксировать в стволе При помощи пружины растяжения С размерами 4,5 на 25 мм Экстрактор конечно же может работать и без этой пружины Но у вас появится уникальная возможность Его потерять при случае Фиксируем винтами М3 на 8 мм 2 штуки Далее на стволе Устанавливаем зацеп Его можно даже приклеить Хуже от этого не станет Затем устанавливаем это все в кожух ствола Фиксируем двумя винтами М3 на 8 мм Крепим ствол к корпусу при помощи потайной гайки М4 и винта 17991 м4 на 50 мм М4 и винтами М4 на 5 мм Фиксируем винтами М3 на 5 мм Крепим ствол к корпусу при помощи потайной гайки Продолжение следует... Теперь можно и пострелять. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...